Всем привет, друзья! С вами Асина, малютка Фрэн, и мы вернулись домой. Вот только странная ситуация. Тетушка Грейс, вместо того, чтобы встретить нас с распростертыми объятиями, приковала к кровати и ушла. Дверь за ней растворилась. И, честно сказать, я, например, не знаю, каким образом вырваться из этой ловушки. Фрэн, давай осматриваться. И-и, это я нарисовала. Это котик и я. Кровать мистера Полночь. Ой, я почти слышу, как он мурлычет. Мой кукольный домик. А, как много прекрасных воспоминаний. Я люблю это фото с мистером Полночь. Он выглядит растерянным. И ветер развеял магическую пыльцу. Ой, привет. Что ты делаешь в моей кровати? Ты болеешь? В твоей кровати? Это моя кровать. И нет, я не болею. Но ты прикована. Ты собака? Погоди, я тебя знаю. Я не собака, и да, я прикована. Ты можешь меня освободить? Ничего себе. Ты, это я. Ты в самом деле я. Думаешь? Тогда это значит, что мне удалось попасть в ультрареальность. Ты уже встречалась с Итвардом? Он постоянно об этом говорит. Да, мы встретились. Но я не видела его с момента крушения. Вы потерпели крушение? Значит, ты разбилась. Я не разбилась. Почему ты так говоришь? Подумай. Единственный способ попасть в ультрареальность – это разбить глаза и уши. Прорваться сквозь физическое ограничение. Звучит ужасно. Думаешь, я умерла? Нет, не совсем. Они сказали мне, что смерть – это только психическое состояние. Они? Кто они? Существа, которых мы можем видеть. Черные, белые. Ты знаешь, почему мы их видим? Да. Однажды человек по имени Леон пришел в гости и все мне рассказал. Леон – это тот мужчина, книгу которого мы читали. О, тогда расскажи мне, почему мы видим все это? Давай сначала откроем твои наручники, а потом мы сможем поговорить. Хорошая идея. Мне также нужно найти мистера Полночь. Думаю, он в опасности. Тетя Грейс винит его в смерти наших родителей. Кто такой мистер Полночь? Что? Это наш котик. Ты не знаешь? Наш лучший друг. У меня нет кота. Кажется, вот в чем наше различие. В любом случае, давай освободим тебя. Так вышло, что я собираю ключи. Я скоро вернусь. Хм, прикольно. Мы играем за другую Френ. И она большая модница, как я погляжу. Вообще, вся эта комната напоминает палату в психиатрической клинике. Игра именно и началась в психиатрической клинике. Вот доктор Освальд, например, висит на стене. И эта палата напоминает комнату Френ. Не знаю, все очень запутанно и все путанее и путанее становится. Эта рубашка сердится на меня. Она не подошла и я сказала, что она глупая. С тех пор она лежит на полу. Эти штаны могут носить существа с двумя ногами. Или как головной убор существа с длинными ушами. Синий шарф из зимнего времени. Что он здесь делает? Сейчас не зима. Я возьму его как-нибудь в другой раз. Текс. Наша Френ другая любит собирать ключи. Это, кстати, немаловажный факт. С ним будет связано очень-очень много загадок в последней главе. Так, вот и ключи. Хорошо. Ну, давайте немного осмотримся в шкафу. Фу, это рубашка. Я должна всегда ее надевать, чтобы выйти на улицу. Я даже не могу поиграть в ней. Совершенно бесполезная. Ну, понятное дело. Это рубашка, которая как раз руки связывает за спиной. О, мое красивое желтое платье! Я постараюсь не сильно расти, чтобы носить его вечно. Но если я вырасту, я могу использовать его как рубашку. Я нарисовала это после путешествия с Итвардом и Полонтрасом. По-моему, Полонтрас смешной и пахнет жвачкой. А Итвард любит играть весь день напролет. Да, мистера Полноч как раз таки и нет. Так, ну, я думаю, ладно. Тебе понравилось мое шоу, Медвежоность? Большой, прибольшой мишка, который ест больших, прибольших монстров. Пожалуйста, поговори. Я знаю, ты можешь. Нет? Плохой мишка. Здравствуйте, доктор Освальд. Я вполне нормальная, разве вы не видите? Я просто веселая, умная девочка. Вот и все. Так, нужно освобождать Фрэн. Посмотрим, какой ключ. Хм, ну, надеюсь, здесь не одна попытка. Давайте используем этот. Ой, не подходит. Попробуй другой. Ага, открыто. Как-то быстро получилось. Я думала, все перетыркаю. Большое спасибо, Фрэн. У тебя в самом деле много ключей. Да, у тебя нет? О, Фрэн, пока не забыла. Палонтрос сказал мне, что если мы встретимся, я должна передать тебе это. Вот. Думаю, это поможет тебе что-то открыть. Потом почитаем. Палонтрос? Ты тоже его знаешь? Ух ты, спасибо. Да, он так же сказал, что ты должна быть готова к тому, с чем столкнешься. Что? Готова к чему? Скажи мне. О, нет, я не могу сейчас. Она идет. Тихо. Пошли, Фрэн. Ты должна увидеться с доктором. Это медсестра, кстати. Нет, не уходи, малышка Фрэн. Нам нужно о многом поговорить. Эта медсестра плохая-преплохая. Это она наврала газетам обо мне. Так или иначе, я должна найти монстра. Я уверена, что он забрал мистера полночь. Но никто не смеет забирать у меня котика. Никто! Итак, мы снова у себя в комнате. И меня пугает сложившаяся ситуация. Двери нет. Выйти невозможно. Мы здесь запертые. И полезных вещей у нас тоже не особо много. Ну что, есть нож, кстати говоря. Может быть, получится подковырнуть? Пробовать что-то хорошо, но сейчас в этом нет никакой пользы. Хм, ну давайте почитаем бумажку. Маленькая золотая шкатулка переживала все эти вопли и сопли сводили... Ага. Маленькая золотая шкатулка переживала, точка. Все эти вопли и сопли сводили меня с ума. Я прижал ее за уши, дважды за левое, один раз за правое. Я дважды потер ее единственный глаз. Проверить, заплачет ли он в этот раз. Один раз схватил за левое ухо и начал кричать. Хватит ныть, золотая шкатулка. Нажми снова на глаз и откройся сейчас. Так, у нас есть какая-то шкатулка. Вот она. Хм. Эту шкатулку дал мне полонтрас. Что мне нужно сделать, чтобы ее открыть? Здесь много кнопок, которые можно нажать. Кнопки. Вот как раз какие-то боковые. Так, вот уши, глаз, уши. Неправильно! Что я упускаю? Упускаю я последовательность. Так. Прижал ее за уши. Два раза на левое, один раз правое. Дважды потер по глазу. Один раз схватил за левое ухо и начал кричать. Хватит ныть, золотая шкатулка. Нажми снова на глаз и откройся сейчас. Так. Два левое, один раз правое, два раза глаз и левое ухо и глаз. Поехали. Так. Два раза левое, один раз правое, дважды глаз, один раз левое и глаз. Боже мой, она открылась! Я мастер! Хм. Какой-то ключик и какая-то инструкция. Мабука, мабука, проснись, мать мабука! Рогатый ребенок играет с огнем. Валки разгнивались, и их совет слишком ярок. Мать... Вот, кстати, мабука или мабука. Буду ее мабука называть. Проснись, проснись, отступи от дитя. Прежде чем тьма исчезнет в светлых руках. Мабука проснуться должна. Давайте соберем часы Эког на спине огромного кота. Слишком едки пузыри, и чересчур ярок свет, зарадала она. Я мабука, мать тьмы, отворю свое сердце. Прошу, заберите мое злое рогатое дитя и погасите огни. Часы Эког. И, очевидно, их нам нужно будет собрать. Пока я ничего не понимаю, поэтому просто закрою. Так, а что за ключ, кстати говоря? Ключ в форме кота! Так красиво! Информативненько. Так, наш шкаф более многоликий, чем шкаф у другой Френ. Ну, не мудрено, все-таки он находится в доме, а не в психиатрической клинике. Я использую зеркало, чтобы смотреть на свое прекрасное лицо. Также я расчесываю волосы и смотрю, подходит ли одежда. Иногда я долго и пристально смотрю себе в глаза и пугаюсь. А вот это, кстати, небольшая отсылка. А, это Алиса из школы. Мы любим вместе играть. Она рассказывает мне истории о чудесной стране, которая иногда бывает. Мы так веселимся, когда что-то выдумываем вместе. Это Алиса Льюис и Кэрролла как раз. И у нее тоже была черная кошка. Кстати, Алиса очень-очень симпатичная. Шляпка. Она больше мне не подходит. Моя голова слишком большая. Мама всегда говорила мне, что это из-за того, что у меня большой мозг. Но мне любопытно, это хорошо или плохо. Кто знает. Мое дивное персиковое платье для солнечных дней. Пальто для ветреной и холодной погоды. Летнее платье. На нем большая пуговица. Ха, она на нем, на ней акцентируется. А давайте попробуем срезать. Большая розовая пуговица с моего летнего платья. Все собираем, все собираем. Рано или поздно пригодится, как я поняла по этой игре. Просто обычный шар для того, что обычно шарфы делают. Просто... Понятно. Так, воздушные шарики. Воздушные шарики разных цветов. Привет. Не смотри на меня так. У нас был уговор. Ты останешься здесь, пока я не вырасту. Потому что взрослые люди не боятся кукол, кажется. Может быть, тоже отсылка к кукле Аннабель, например. Не знаю. Я в детстве тоже боялась кукол. И не единожды рассказывала историю, свою страшную историю из детства. Как мне причудилось, что на меня нападает огромный пупс. Как же я его ненавидела. Но почему-то родители этого совершенно не понимали. Так. Мой школьный портфель. Он может мне понадобиться. Кстати, нам он понадобится вот для этой штуки непонятной. Если я правильно понимаю. Ну да. Это как раз напоминает портфельчик. Нам нужна будет какая-то рукавичка, бутылка, лампочка, часы и масса проводков. Ладно, разберемся. Думаю, я должна разбудить Мабуку. Думаю, в первую очередь мы с тобой должны выйти из этой комнаты. Кататься на чух-чух поезде всегда. Лучше всего он постоянно поет чух-чух. А потом вы разбиваетесь и умираете. Большая кукла, которую мы сделали вместе с папой. Ее зовут Пиван и ей нравится быть голой. Однажды у нее было платье, но она сожгла его. Вот так вообще представление. Щелкучек стоит на страже. Кажется, он боится дам, потому что иногда он меня кусает просто так. Карандаши, леди-гном, мишка-балерина. Да, все на своих местах. А нам ничего здесь не нужно взять? Не нравится звук этой музыкальной шкатулки. В некотором смысле он напоминает мне об Итварде. Карандаши, леди-гном. Понятно. Такс, тут у нас какая-то небольшая загадка, если я не ошибаюсь. Хм, а смотрите, в принципе, все, что мы встречали по мере игры, вот мистер Шишка, это придумала себе Френ, и поэтому мы их встречали по мере прохождения. Здесь ключик есть. Ага, ключ! Держу пари, он что-то откроет. Так, здорово. А еще что-нибудь здесь можно найти? У меня, кстати, тоже... О, классно. Я возьму это маленькое пианино, чтобы играть чудесные мелодии. У меня тоже в детстве были самодельные игрушки, и домик для кукол я делала из картонных коробок. Они выглядели очень страхолюдно, тоже наводненные какими-то непонятными вещами, памятными лично для меня, но больше напоминающими мусор. И очень-очень жаль то, что, конечно, всего этого не сохранилось, потому что память о детстве – это здорово. Я спасла королеву из игральных карт моего отца. Однако я была вынуждена срезать ее сестру-близнеца. Другая королева теперь мертва. Я тоже в детстве играла картами. У моего дяди была колода, привезенная из Германии, очень-очень красивая. Естественно, да, мы там все в расписных платьях, и сами они такие с утонченными лицами. Я эти карты постоянно вытаскивала из колоды, оставляя, естественно, там тройки, пятерки, шестерки, девятки, десятки, и играла в непонятное королевство. А потом дядя давал мне по ушам. Из-за того, что его сувенирные карты я просто привела в непонятнейшее состояние. Такс. Ну и что еще? Что еще? Что еще? Какой-то зайчик. Это я нарисовала. Это котик и я. Время от часов с кукушкой. Часы с кукушкой показывают время по-разному. Если встать сбоку от них, вы никогда не постареете. Очень странно. Никогда не слышала такого поверья. Воу! Вот так так. Наш дом выглядит очень жутко. Ничего себе! Здесь что-то изменилось. Дом выглядит таким старым и кровавым. Интересно, что случилось с улицей? Фу! Камала! Противное существо! Бедное дерево! Должно быть ему очень грустно, что Камала его ест. Я знаю, что Камала не любит воду. Простите, внизу кто-нибудь есть? Да, и я кто-нибудь. Здравствуйте! Вы видели черного кота? Нет, я не видел кота. Но я вижу черную штуку, которая меня ест. Ест вас? Дома это Камала. Вы в порядке? Нет, не совсем. Я нехорошо себя чувствую. Мне грустно. Может, я смогу вам помочь? Я уже избавлялась от Камала самостоятельно? Правда, звучит многообещающе. Я хотела бы снова стать счастливым. Посмотрим, что я смогу сделать. Не волнуйтесь. Но в первую очередь нам нужно сделать что-то с нами. И выбраться из комнаты. Так, мы нашли какой-то ключ. Может быть, это ключ от двери? Я достаточно умна, чтобы найти другое решение, как мне кажется. Хм. А у нас же есть черный кот. В животе кота есть замочная скважина. И у нас есть ключ по форме кота. Так что давайте объединим. Угу. Почему не уверена? Так. Использовать. Да будет великая кошачья магия свершена. Интересно. Ничего себе. Это абсолютно моя самая любимая часть игры. Потому что она безумная. Она наводнена какими-то непонятными отсылками. И совершенно, совершенно гипертрофированной реальностью. Все здесь странно. Все странно. И от этого очень интересно. Какой большой глаз? На что ты смотришь? Ты смотришь на мое прекрасное лицо? Я тебе знаю. Ты кажешься мне знакомым. Этот глаз напоминает глаз самой Френ. Вот что бы я сказала. Ха! Ключ, чтобы открыть то, что закрыто. Хм. Давайте попробуем в эту дверь сунуться. Еще ключик. Не думаю, что это убесно, Бис. Извините, но мне нужен этот ключ. Здесь много дверей, я хочу их открыть. Скажите своему другу, чтобы он был так любезен и открыл свой рот. Не откроет. Никогда не открывает. Кроме того, его зубы укреплены. Будет сложно достать ключ, не побеспокоив его. Укрепленные зубы? Ясно. Посмотрим, что я смогу сделать. А кто вы, если не секрет? Ну, я Френ. При этом познакомиться, Френ. Я Роберто. Добро пожаловать в логово Мабуки. Мабука? Кто это? Ты не знаешь, кто такая Мабука? Не знаешь? Уходи сейчас же, просто уходи. Ну, Роберто, сэр, я здесь впервые. Не судите меня за незнание. Лучше расскажите, кто такая Мабука, чтобы я знала. Ладно, ладно. Мабука – мать тьмы. Самые темные тьмы, мрака конца света. Мабука – мать всех существ из пятой реальности. Что? Я в пятой реальности? Я думала, Рэмор здесь король. А, Рэмор – жуткая чернота, сын тьмы. Никто его особо не любит. Ты должна уйти. Я сказал, достаточно. Хорошо. Я скоро вернусь. Я должна забрать ключ у вашего друга. Хм. В домике. Ой, небольшое послание в кармане. В домике? Хм. Ясно. А, это тот самый ключ, который мы нашли. То есть у нас есть еще дополнительный ключ. Это была подсказка, которая нам и не понадобится. И вообще, это очень-очень похоже на сюртук Итфорда. Вот лично мне кажется, что это, может быть, был сюртук ее отца. Или вообще сюртук доктора. Ладно, все это пока что домыслы, которые не имеют ни малейшего смысла. Хм. Давайте в 911. Позвоним. Нет? Ну и ладно. Итфорд забыл свой цилиндр. Или цилиндр забыл его голову. Может, цилиндр не может существовать без головы. И наоборот. Это значит, что нет ничего реального. Ух ты. Здравствуйте, молодой человек. С вами все в порядке? Тебя беспокоит стук моего сердца. Оно может внезапно остановиться. И это будет концом. Я не хочу думать о своем сердцебиении. Мне нужно только мыло. Мыло? У тебя проблемы с гигиеной? Да, ужасные проблемы с гигиеной. Такое чувство, что моя плоть гниет изнутри. Да, это звучит вкусно. Не думаю, что это проблема. Для тебя, может быть. Просто дай мне мыло на некоторое время. Ну ладно, бери. Оно свое. Берегись похитителей. Они любят детей, которые пахнут мылом. Они едят их тела и оставляют себе головы с красивыми детскими лицами. Как ужасно. Я буду осторожна. Спасибо за мыло. Увидимся позже. Жуткая жуть. Жуткая жуть. Жуткая жуть. Выходим отсюда. Так. Этот ключ достать нельзя. Укрепленные зубы. Их выбить, может быть, можно. Кстати, а давайте попробуем подцепить ножом. Негуманно по отношению к скелетному лицу, но к черепу, точнее, скелетное лицо. Как так можно вообще выразиться? Даже не буду пытаться. Угу. Не получится. Ладно. Здравствуй, дверь 104. Откройся, пожалуйста. Дверь 104, 102. Давайте попробуем этот. Хо-хо. Все чудаковатее и чудаковатее. Кто такой? Нарушитель! Лазутчик! Почему ты зашла, не представившись? Я около, глаз извне. Узри мою красоту. Ой, извини. Какой ты большой. Должно быть, ты хорошо видишь. Я вижу все, и даже больше. Все? Ты видишь моего кота? Твоего кота? Разве такое возможно, что ты владелица кота, ты королевских кровей? Нет. Я не владелица, но мы в дружеских отношениях. Друзья, как мило. И да, я видела кота сегодня, ранее. Он молил о помощи, сидя в клетке. Носитель клетки вошел в подземелье Мабуки. Он все еще там, в клетке. Можешь описать кота, которого ты видела? Большие желтые глаза, розовый нос. Его шерсть очень темная, как глубокая ночь. Это он. Это мой друг, мистер Полночь. Я должна найти его. Но Мабука спит. Ее пробуждение может обернуться кошмаром. Я ее не боюсь. Что ж, бери в моем доме все, что захочешь. Ты храбрая, а я очень уважаю храбрость. Спасибо, Около. Кстати, я Фрэн. Еще увидимся. Как разговаривает Большой Глаз. Вот в чем вопрос. Анатомически мне это совершенно невдомек. А, расческа, чтобы расчесывать волосы. Так, ну, соберем все, что видим. Глаза озираются. Интересно, что они видят, если у них нет мозга? Может быть, Около, но она не может быть мозгом, потому что она глаз. Ты абсолютно права. Ой, лампочки очень горячие. И я не хочу прикасаться к ним снова. Ой, надеюсь, я не получу ожог. Слушайте, а нам, по-моему, лампочку будет нужна. Ну да. Так, рабочая лампочка. Черный шнур, рабочая лампочка. Прикольно, сможем залезть в зеркало. Но, в первую очередь, нужно понять, как взять лампу. То ли для этого нам нужна будет какая-то перчатка, то ли просто... А, вот, выключатель нашла. Около, ничего страшного, не переживай. Одной лампочкой больше, одной меньше. Здорово, я достала лампочку! Да мы вообще с тобой быстро по сюжету продвигаемся, Фрэн. Так, это как раз странная ванная комната, только другая сторона. Вставьте пуговицу. Здесь сказано, вставьте пуговицу. Угу. Вот, моя пуговица, теперь что? О, спасибо, цимбальная обезьянка. Чфу, это не ключ. Надеюсь, что это мне поможет. Товарищ Фрэн, это называется пассатижи. И они нам действительно помогут, потому что кажется, что при помощи пассатижей мы сможем достать ключ из черепа. Эта бутылка идеально подходит. Я возьму ее. А, так, стоп, 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 стоп. Тут еще можно было кое-что сделать. Этот шнур может мне пригодиться в будущем. Меня начинает пугать то, что у нас завалено абсолютно все в инвентаре. Куда-то это необходимо девать. Сейчас один ключ, и, в принципе, у нас максимальное количество предметов. Простите, месье. Извините. Блестящий ключик. Иди сюда. Любопытно, какую дверь ты откроешь? О, мертвые черепа на стене. Как ты могла. Надеюсь, кто-то так же выделит твои зубы. Зубная фея уже забрала все мои молочные зубы. Безумие, правда? Никогда бы не подумала. Одно мне нравится. Убирайся, я не хочу разговаривать с зубным преступником. Зубный преступник. Так. Вообще, эта ситуация с пассатижами мне напомнила, что, наверное, Фрэн как раз выдирали молочные зубы, и это отложилось на ее памяти. Я вот когда была в возрасте где-то пяти лет, у меня неправильно росли клыки. То есть на молочные клыки лезли клыки коренные. И мне пришлось выдирать их. Они даже не шатались. Наживую. Эх, было больно, страшно. И, конечно же, после этого случая дантисты вызывали у меня только ужас и благоговение одновременно. Текс. Ключ. От какой же комнаты? Наверное, от 102. Угу. Ух ты, красавчик какой. Часы-будильник, прекрасно. Хм, крепко привязано. Ничего себе, какой большой кот. Ты выглядишь в точности, как мистер Полночь. Я должна его найти. А для этого нужно открыть все двери. Так, ну, будильник-то, в принципе, догадаться достаточно просто. Срезаем и все тут. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Где-то здесь было сказано про большого кота. Соберите. Или мне показалось. Ну, в общем, суть заключается в том, что необходимо все эти вещи скинуть как раз-таки вроде бы сюда. Да, так и есть. Здорово, здорово. Значит, зря я переживала. Туда. Туда. И там все это преобразуется в нужные нам часы, которые разбудят мабуку. Брысь, брысь. Расческу тоже? Или нет? Нет, расческу не нужно. Бутылку. А, бутылку нужно налить воды. Ну, потом сходим, займемся этим. Пу-пу-пу-пу-пум. Прости, дерево. Мне нужна перчатка. Спасибо. Здравствуй, дерево. Ты большая. Что это за красные штуки, которые лезут из тебя? Думаю, оно не скажет. Ну да, выглядит весьма странно. Ну, горячая голова. Извините, мне очень нужен ключ, который висит за вами. Прости, но я не разговариваю с незнакомцами. А, вам не нужно говорить, просто позвольте мне взять ключ. Если я решил не разговаривать с незнакомцами, я их и не слушаю. Какое разочарование? У меня есть вопрос. Вы застряли на этом дереве? Я крепко к нему привязан. Почему ты спрашиваешь? Мне просто любопытно. Увидимся позже. Но у нас же есть расческа, и вроде бы как мы расчесывали всех таких господ, которые встречались ранее по игре. Смотрите, я нашла волшебную расческу для волос. А разве это не здорово? Не знаю. Расческа? Что это? А, она сделает ваши волосы очень красивыми и мягкими. Хотите попробовать? Я не знаю. Это опасно? Это очень приятно, если расчесывать плавно. Хорошо. Давай попробуем. Хорошо. Только обещайте, что не сожжете меня, ладно? Я могу обжечь, только если я в опасности. Будь нежный, и ничего плохого не случится. Хорошо. Я нежна. Такой довольный. Сработало. О, что со мной происходит? Я никогда такого не испытывал. Ну, как? Вы Люциферн. Вы все Люциферны, которых я встречала, делали так. Правда? Что ж, большое тебе спасибо. Прекрасное ощущение. Я чувствую, что мне нужно улетать. Та-та-ра-та-там. А как я дотянусь-то? Должно быть, это ключ от двери 103. Я это чувствую. Но я не могу достать его отсюда. Что делать? Мой хвататель тут бы пригодился, но у меня его нет. Нет. Ножом это, очевидно, ты не сможешь достать. И я достаточно умна, чтобы найти другое решение. Хорошо, будем искать другое решение. Тем более, кое-какая загадка у нас осталась. Нужно освободить дерево, которое мы наблюдали из окна. Дерево пожирает камал, и нужно какое-то омовение свершить. Так, где у нас мальчик сидит с сердцем? По-моему... По-моему, это 105-й комнате. Да, точно. Здесь я видела краник, и думаю, что при помощи краника мы нальем воду. Тыкс. Я наполнила бутылку водой. Ла-ла-ла-ла. Бомбочки ведь? Все верно. Как же иначе? Бомбочки из воздушных шариков. Кто в детстве не занимался этой ерундистикой? Скидывать с высоких этажей такое вниз. Так, 101-я наша. Идем спасать дерево. Боже, я промазала! Ты издеваешься? Ой, почти! Да, я сделала это! Прощай, Камала! Ох, ух ты! Я больше не чувствую грусть. Спасибо! Не беспокойтесь. Я рада, что вы чувствуете себя лучше. Я действительно чувствую себя лучше. Позволь мне кое-что дать взамен. О, нам дали палочку. Вот часть меня. Ты можешь посадить ее, если захочешь. Спасибо, сэр. Мне нужно идти. Я должна отпасти своего кота. Надеюсь, ты его дойдешь. Увидимся. Надеюсь, не увидимся. Как-то хочется уже поскорее в реальность. Так, у нас есть палка. Значит, достаем ключ и разделываемся с этим загадочным миром. Идем будить мапуку. Не знаю, к чему это приведет. Наверное, только к отрицательным последствиям. Мать тьмы, пробудившаяся. Что может быть хуже? Так, веточка дерева. Фантастика! Я могу до него добраться! Теперь ключ у меня. Миленько. Добавляем бутылку с водой. И... Вроде бы все. Эта штука будет готова. А, еще перчатку. Это какой-то весьма странный будильник. Мабуке очевидно проблемы со сном. О-о-о-о. О, боже мой! Это потрясающе! Часы и кок, они готовы! Великолепно! С помощью этого я разбужу мабуку. Интересно, как это работает? Механика кажется немного необычной. Еще бы! Так, и последний ключик. Главное, что мне здесь не нравится, это кровяные подтеки. Напоминает логово красной королевы из Алисы. Ужас. Существо, прибывшее сверху. Убирайся из логова мабуки. Тебе здесь не рады. Извините, но я еще своего кота, и мне нужно пробудить мабуку. Просто мабука. Для тебя мать мабука. Высокомерное дитя. И как ты собираешься ее пробудить, а? С ума сшедшими идеями Когвинда? Когвин хороший чесовщик, он не сумасшедший. Ох, ты его знаешь. Полагаю, ты была в Иверсте. Ужасное место, позволю себе сказать, слишком ослепляющее. Что ж, именно туда я и отправлюсь, после того, как найду своего котика. Твоему крошечному мунтам самое место, вместе со всеми этими скучными существами. Я ухожу с злое дерево. Мой котик ждет меня. Как будто безумные животные. Привет, козлик. Ты немного похож на Румора. Может, ты кузен Румора? Хотя ты гораздо красивее. Ой, привет, кабанчик. Ты весело проводишь время. Ты друг мабуки? Ух ты, какое большое и красивое лицо. Вы мабука? Если да, я должна вас разбудить. И именно сейчас сие случится. Кс-с-с-с... А-а-а! Берегитесь мабуки! Пробужденная тьма восстала из неизведанного. Ой, простите, что разбудила вас мать-мабука, но мне нужна ваша помощь. Мне кто-нибудь скажет, кто это существо, очень наглое для такого тельца. Прошу прощения, но я могу ответить сама. Я Фрэнбоу, человеческая девочка, мне 11 лет и я очень храбрая. Человек в логове мабуки? Забавно. Кто привел тебя сюда? По-видимому, это реморт, кажется он ваш сын, не так ли? Мой сын уже проник в твою голову? Вы имеете в виду, вскрывал ли он мою голову? Не думаю. Ты пила или ела красноватое зелье или бобы? Бобы? Мои таблетки были похожи на красные бобы, так что да, я приняла всю банку. Хм, тогда я не могу применять к себе насилие. Сила была выпущена. Надеюсь, внизу ты найдешь то, что ищешь. Спасибо, но что за сила была выпущена, можете мне рассказать? Сила внутри тебя. Разве ты не знаешь? Ты избрана пятью реальностями, чтобы стать хранителем ключа. Пять реальностей были созданы параллельно со временем. Что? О чем вы говорите? Хранитель ключа? Кто вам это сказал? Давным-давно великие валоки из Прайми поведали нам все. Сын тьмы будет охотиться за хранителем, который вкусил красное семя. Ты слишком молода, должна сказать, слишком, чтобы стать хранителем ключа. Есть тебе что-то? С тобой происходило что-нибудь мрачное? Я думаю, что Рима рубил всех моих родителей. Представьте, как я себя чувствую. Я и есть эти чувства, Фрэнбоу. Я все зловещее, что ты можешь себе представить. Я питаюсь слезами и горем, отчаянием и страхом. Почему вас не волнует, что Рима рубил моих родителей? Я думала, вы хорошая. Мне любопытно узнать причину, если тебе станет легче. Теперь я понимаю, это и есть причина. Ты ищешь правду. Вперед, хранитель ключа! Будь храброй и открою тебе свое сердце. Все чудаковате и чудаковате. О чем и речь. Да, я думаю, на этом моменте мы с вами пока приостановимся. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, если вам нравится данное прохождение. Но я пока прощаюсь с вами, ибо мое горло уже плыхает. Всем пока-пока!